Дорогие зрители, приветствую вас всех. Watch World TV у микрофона, мейнкаст на связи. И мы врываемся в матч. Буквально только что произошла смена сторон и у нас будет пистолетный раунд. Верхняя сетка, четвертьфинал верхней сетки, плей-оффы премьер-лиги ЕСЕ 37 сезона. Наконец-таки она начинается и первооткрывающий матч это текущий у нас на экране гейм-религион Форзе. Карта Нюк и буквально только что добавили моббета на HLTV, поэтому быстренько вам освещу. Выбор Нюка это команда гейм-религион Форзе, Мираж и третья карта Инферно. Чуть позже надо будет добавить это в бота, дабы вы могли пользоваться этой невероятной функцией. Но пока что смотрим пистолетный раунд. Форзе начинает за диффенс, гейм-религион в атаке. Есть даже раскиты флешки. Ну и по всей видимости будет выход по точку А. С плитом через будку и сквики. Хорошая комбинация, кстати, со сколочной, которая сработала. Флит с девятки делает и зорты за вентилями по фраку, но на этом и заканчивается от команды Форзе убийство. Есть ответные, причем четыре. И Кэнси остается один по щелчку пальца от наших ребят. Дикий холд после этого всего происходит. Кэнси уже находит. Минус по ИСАКУ. Эра, возможно, рискнул бы, разменялся, но все-таки решил просто хладнокровно поставить бомбу. Ныряет вниз Кэнси. Вот такой вот мув неожиданный. Скорее всего, даже не слышали, да? Да, его даже не слышали, не знаю, что Кэнси пока что гулял по вентилям. Неплохо среагировал на Эру, но остался Расти, который, кстати, имел шанс шикарно по таймингу сделать выпад и сделать килл. Но есть киты и есть раунд. Кэнси, хорош. Три убийства и дефьюз-бомбы с трофейными китами тиммейта. Так, добавляем в чатик для вас мавета. Гейм-легион. Нюк, Форзе, Мираж и Инферно, третья карта. Все, четко, теперь работает. Теперь, друзья, можете пользоваться. Секретная комбинация. Воспециательный знак мэп. Мэпс или пик работает в чатике. Так что можете передавать всем, что это уже актуально. Это уже работает. Так, и поехали во второй раунд. Форсированный от гейм-легионов, теки. В принципе, классика. Под флешечки и выход. И причем сработало минус алмазер. По всей видимости, он пробыл, да, в фулл блайнде. Даже в кафиде написано, что Эрре его слепил. Кэнси, минус по Эрре. Возможно, это было умышленно. Плит делает еще и кива по расти. Ну и вроде бы как справляются с этим выходом. Хотя вот Джерри, возможно, хотел кого-то удивить. Но им не удивлен. Румын, кстати, бывший представитель клан-тега. Нексус буквально недавно пришел в эту команду гейм-легион. И уже отмечается хайлайтами. Но пока что в текущем раунде это, возможно, все впереди. Исак остается один в три. Ну и тут бомбу нашли. И раунд не спасти. Ну вот, возможно, Зорта подставится. Но судя по тому, как он двигается, не планируется. Эта комбинация отдать вот так вот на ровном месте снайперскую винтовку. Хотя набайчивает там на себя. Но вот Исак прям хладнокровно туда не смотрит. Да, подставляется. Под слита, который его ждал. Третий фраг от нашего друга из команды Форзы. И теперь, наверное, еще один экономический. Да, тут по три-две тысячи. Наверное, все равно у нас бюджетный раунд. Так, друзья, давайте ближе к турниру. Плей-оффы. Открывающие матчи. У нас есть параллельные. Ого, LDLC. Победители этих пар встречаются в следующем матче завтра в это же время. И соседняя пара. Синерс против Блинков играют албанцев. И Бейджи против турков. Тегасангал. Это у нас верхняя соседняя пара. И все эти команды будут встречаться победители этих пар завтра. Но, опять же, даже если кто-то проигрывает, то есть нижняя сетка. Есть сетка спасения, дабы из нее выйти в гранд-финал и сражаться за тот самый слот на SL Pro League. Ну и 20 тысяч долларов в качестве подарочка. Пока что у нас тут экономический раунд, с которым справляются Форзе. Поэтому тут, в принципе, самое главное не терять девайсы. Потеряли только одного Джири, не страшно. Ну и остался Мистер Эра. Про которого, кстати, знают и Кэнси с ним справляется. 3-0. А вот теперь самое интересное. Теперь закуп. Команда Герлион готова стрелять. И также у нас по правилам... Точнее, даже не по правилам. По рекомендациям ESL необходимо ставить задержку 150 секунд. Вещаю вам поэтому из будущего. Поэтому отчасти пришлось немножко подождать дольше. Хотя, стоит отметить, что начали мы довольно-таки успешно. Не так уж и поздно. По практике ESL бывает и в 30 минут игры начинаются. Поэтому все четко. Ребятки пришли всем вовремя к нам на игру. Но мы готовы ее смотреть. 4 калаша, снайперская винтовка. По свидимости пропускаю через стенку смоков Форза. Если информация интересна по ребятам... Опа, Zero. Хороший подарок. Просто выходит так вот смок. Зорте по одному сфоткал еще и Расти има. И на этом, по всей видимости, заканчивается оружейный раунд. Удивительно, Гермонегион его отыграли. Буквально каждый игрок, который сейчас стреляется с командой Форза, делает это по одному. И поэтому... И поэтому легкий четвертый раунд. Окей. Так, амбитатор ошибка. В пиках вторая карта. В пик Гермонегион пишет. Так, сейчас проверим. Да, вижу. Сейчас исправим. Сейчас исправим. Спасибо большое внимательным зрителям. Так, еще раз давайте заключительно пройдемся. Гермонегион нюк. Форза, Мираж. И третья это... Инферно. Спасибо, спасибо. И очередной бюджетный раунд. Очередной раз приходится сливать, отдавать пятый. Но самое главное нашим ребятам, понятное дело, цепляться. И не терять девайсы, закрепляться по экономикой. Но старт вполне симпатичный. Да и в принципе, команда Форза, наши ребята ужасно круто отыграли групповую стадию. Самый лучший показатель из всех 18 команд. 8 к 0. Статистика на минуточку. Все 8 матчей, которые были сыграны против всех ребят из групповой стадии. Все победки. Молодцы. Так, получилось тут сгрызть Джерри. 4 в 4 забирается. Один калашик обратно на базу. Ну там уже команда Форза ориентируется, что происходит. Идет смещение. Кэнси уже на месте. Флит в агрессивной позиции. Но возможно она тут будет удивлением. Хотя вот была возможность сделать фрикил. Но не получилось. И зараз скорее всего сейчас доработает. Красного, да. Падает у нас Флит. Кэнси. Размен. Зорты подключаются. Минус по исаку. Увидел в Даблдоре. Второго. С которым справился это был им. И последнего эру. Дорабатывают. 5-0. 5-0 становится счет. И закуп от Геймер Легион. Отлично. И посмотрим какая была статистика у Геймер Легион. 5 побед. 3 поражения. Они выиграли Анонима. Эндпоинт. Аго. И команду Спраут. Кстати. Хороший результат. Но тем не менее. Наши ребята в последнее время действительно показывают отличную игру. И команда Форза. Тут явно фаворит. Ну даже по мнениям аналитика знатоков. Звукмейкерских контор. А у нас тут поджим лобби. Причем не сильно удачный для команды Форза. Один килл. Но разменялись. А вот теперь уже очень даже хорошо. Алмазер забирает расти. Увидел первым номером его ножки. Падает еще эра. Нашли его. И по итогу 4 в 2. Здравствуйте. 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 Друзья. Всем привет. Добрый вечер. Добро пожаловать. Четверть финал. Верхние сетки. Пример лиги ИСИЯ. 37 сезона. Ну что. Румын. Тот самый. Бывший игрок команды Nexus. Им остается 1-4. Есть один килл. Кенсис. Под свою флешку. Чек 0-0. Но ушел. Отыграет максимально пассивно и дисциплинированно. Это тоже немаловажно подмечать. И для румына. 35 секунд. Дабы придумать этот раунд. А думать тут особо и нечего. Просто пытаться выйти по точку B. И хотя бы поставить плент. Дабы приумножить денежки для своей команды. И пытаются набайчивать. И идет по всей видимости смещение. Да. Им слышит Кенси. А Кенси возвращается. И его забирает. Найстрай. Для имена только одно убийство. Получилось собрать. И 6-0. 6-0. Отличный старт за ктс сайт. И ставится пауза. У меня даже есть функция проверить. А это у нас пауза. Но скорее всего гейм региона. Да. Геймер легион. Ну им действительно пора что-то уже предпринимать. Наверное альтернативное. Я не знаю. 6-0. Все тактики которые галактики пробовали не работают. Надо что-то искать новенькое. Ну статистика пока что я вам показываю. Стоит тут сразу отметить Кенси. 11 к 0 идет боец. Соответственно КД 11.0. 7-6 3 фрагов у тиммейтов. Ну все хорошо. Тринера на месте. Тоже стоит отметить. Анатолий Яшин. Литл на месте. И все неплохо с раунда в раунд. Неплохо форза закрепляется по экономике. Мало того что есть снайперская винтовка фулл закуп с гранатами. Причем на удержание тоже присутствует. Так еще и 8, 9, 5. Очень-очень много денежек. Ну а у нас очередной выход. Под флешечки от геймрелигион. Под точку А. Алмазер взрывает зеро. Взрывает зеро. Очень смешно. И забавненько. Фри фраг. А тут какая-то комбинация. Отзор. Киммейтер. Да. Такая подсадочка. Но они подставляются. Ребята. А Джерри там уже свои фраги находят. Остается у нас Иссак. Только одно убийство. Фулл блайнд. Эру очень сильно начинает зашивать. Давайте за ним посмотрим. Но его дорабатывают. 7-0. 7-0. С одной стороны хорошо, что наши ребята, откровенно говоря, играют первым номером и не чувствуют оппонентов. А с другой стороны особо и контрстрайка нету от оппонента. Пока что, конечно, геймрелигион нам тяжковато. Ну, хотя с другой стороны, объективно, опять же, наши ребята фавориты. Наша команда Форза здесь. Не то, что фавориты, а они фавориты всего сезона. Большие предположения, что с Би и Джи наши ребята снова встретятся. А этот матч будет уже поинтересней. Ну, а возможно, будет исключение. Действительно, иногда геймрелигион выстреливают и удивляют. Вот так же победка от команды Спраут против, точнее, команды Спраут 2-1. Хотя с другой стороны Спраут у нас действительно, откровенно говоря, отыгрывают плохо. Они вообще чудом пополам подсейвили возможность сохраниться на следующий сезон премьер-лиги. Они сделали свою статистику не сильно красивой за весь сезон. Это две победы, шесть поражений. Ну вот, верхняя сеточка, Би и Джи, вот это будет уже интересно. Так, тем временем, узор-то был быстрее по реакции. Ликвидировал Эру. Флид дорабатывает последнюю патронную расти. Отличная переводка. И Мистер Зеро остается 1 в 4. И 40 секунд для него. Да, вот и чатик подтверждает пока что в одну вкаливку. Это действительно правда. Счет как бы на табло. Так, Зеро. Хороший тайминг для него. Забирают Алмазера, но Алмаз ему оставил 12% здоровья. Теперь последние 20 секунд будет, наверное, все-таки в качестве сейва автомата Калашникова. А не попытки все-таки сделать заключительные два убийства. Да, именно так и поступает Зеро. Уходит на сейв. 7-0 превращается в 8-0. И будущие на своем выборе на карте Нюк. Гейм-легион, конечно, за атаку необходимо забрать, ну, хоть что-то. Хотя вот есть открытие Шил ТВ. Довольно-таки симпатичная у них статистика. У них 10 официалок за последние 3 месяца. 60% винрейт. Но выиграли они атаксов в два раза. Коронта испанцев со счетом 20-21. Лимба Викингс. Капит Ганн Флеймс. Ну, как бы... Команды явно ниже... На голову, нежели чем... Текущие противники. Это как бы факт, да? Ну и сейчас пока что все это подтверждается. Легким выстрелом Зорте забирает по старту Эра. Это закуп до 2000. Есть еще два автомата Калашникова, но там можно добрать третий, если он был. Я, кстати, не успел обратить внимание на закуп Гейм-легион. Ну, по всей видимости, нет. Слышно, где находится, кстати, снайпер. Но боятся мистера Зорте, он действительно опасный. Но пора придумать этот раунд. Есть флешки. Есть Смок и как раз-таки Молик. Зер ждет ожидающую модельку, которая придет к нему в гости. Как мы видим, даже по радару Форзы просто стоять не двигаются, а вот Зорте подлавливают. Но Зорте тут был до последнего. Им все-таки показал свою стрельбу и реакцию. Но пока что 4 в 4. Проходит дальше через Квики. В мэнне у нас флит. И, в принципе, он будет контролировать выход. Причем с Crossfire'ом с Жерри, который в сайте находится. Расти забирает бим-бум и 20 секунд. Раз здесь двигается, алмазер. Есть скилл и есть второй. Потеряли только одного флита. И тут два представителя команды Форзы. Наверное, остальных не отпустят. Знаю, где находится Исак. 14% здоровья ее оставляют. И Кэнси с девятки приходит на помощь. Дорабатывает раненого. 9-0. Тотальная, конечно, доминация от Клантега Форзы. Но на этот раз есть возможность закупиться. Есть возможность побороться. И очередная пауза. Тратят уже вторую паузу. Но пора что-то думать. Придумывать все тактики галактики. Быстрые выходы под точку А. Ну, вообще не работают. Возможно, стоит попробовать под Б как вариант. Под Б раунда оружейного, по крайней мере, у нас еще не было. Рампу пока что не щупали. Генн регион. Как раз таки это тот самый раунд. Тогда пора ее щупать. Так, статистику вам показываю. Вот тут максимальный лос-бонус. 12 к 2 Кэнси. По 10 фрагов у Флита Зорты. В принципе, тут только гейм-легионом можно включаться. У Форзов все, в принципе, шикарно. Поехали. Пока что рампу все-таки не трогают. А вот тиммейтов снова теряют. Гейм-легионы. Уже эра улетает. Зеро пытается найти просветик. А Флист что-то подозревает. Кэнси отрабатывает по рампе. Там еще и смог обновляют на радио. Алмазер. У-у-у. Зеро, по всей видимости, на девятку заагрился. Алмазер увидел, доработал. И вот вам, пожалуйста. Минута 15. Уже 5-3 ситуация по живой стиле. Теряют. Теряют. На ровном месте каждый раунд бойцов в лобби. И остается как бы меньше спло на выход. Слишком пассивно как-то легионы отыгрывают. Это явно им не на руку. Алмазер практически вовремя. Там был Растя. Двойной смог. Как ответный. Так и от алмазера. Не знаю, друзья. Нужен какой-то герой этой команде. Явно герой. Джерри доработал красного има. Хотя, если бы он был бы чуть-чуть каленый, все равно бы погиб. Алмазер. Минус по Расте. И остается Исаак. Ну, вот так вот по одному. Падают легионы. 10-0. Тут, конечно, даже и без комментариев. Снова проблемы с финансами. Есть, конечно, там 4-300. У остальных по 3-300 это очередные пистолеты. Ну и планируется выход на 11-й. Ой-ой-ой, друзья. А геймер легионы выйдут погулять? Погулять, поиграть. Пока что все печальненько. Хотелось бы увидеть. Ну, в лобби проходит. Секрет по точку Б. А там уже приемочка, которую нам, кстати, не показывают. Последние... Последние секунды жизни решили нам показать о Джерри. Но красивый спрей он оформил. Все равно 3 убийства. Знаю, где находится Эра. Хорошая реакция от него. Забирается девайс. Но 2% здоровья. Кэнси на готове и дорабатывает. Последнего 11-0. 11-0. Напоминаю, что это выбор команды геймер легион. Пока что на своем выборе один раунд не получилось придумать. Тут, наверное, стоило баллами канала. Баллами канала ставить на первый раунд от команды геймер легион. Если будет, то когда. Потому что пока что... Раунды-то одни те же. Абсолютно одни те же. Вот ничего не хотят предпринимать ребята. Но выход по точку А. Поехали. Хотя вы по старту никого не потеряли. Уже хорошо. Джерри с алмазером по фрагу. Расти зеро на размере. Неплохо. Алмазера должны тут все-таки сгрызть. И вот оно, друзья. Проехало. Доехали все-таки, ребята, до точки А. Неужели это тот самый раунд? Так, зеро. Есть пробитие. С почином. Ура. Первый раунд. Все-таки получилось пробить эту точку А. Сколько раз они пытались. И все-таки сделали это. Но какими усилиями? Одиннадцати раундами, друзья. Ну, поздравляем. Поздравляем, ребят. Остается для красоты забрать все, что осталось. Это еще два. Еще два. Ну, если текущий не считать, да. То есть, в идеале, три раунда в ряд. Это получается один за четыре. И пистолетный. И тогда появляются какие-то шансы еще бороться за свой пик, за свой выбор. И вот она рампа. Неплохо. Вот оно что-то новенькое. И Кензи как раз-таки подлавливается. И риф пять. Можно проходить дальше. Там только сейчас идет смещение от зортов. Единственный Джерри, который находится на приеме. Ой. Тут даже сейчас не пошел спрейсер, но им не успел отреагировать. Хотя была информация, падает бумкерри. Четыре в три. Четыре в три. Слышно, кстати, как отгорают зорты. И все-таки килл-то он свой делает. Так, раз. Я дождался флита. А, теперь вот все симпатично. Два в два. А, они знают, что бомбу потеряли? Да, знают. Тут Алмазер ее находит. Скорее всего, знают. Да, там был, дал информацию Джерри. И поэтому необходимо Расти и компании двигаться. А компания из одного человека. Поэтому нужно торопиться 20 секунд. А тут Джерри первым номером должен увидеть. Да, перестреливает. Мистера Расти, Зеро. Один в два. По одному у него, по крайней мере, есть инфа. Но у Алмазера просто шикарная позиция. И неужели его проверят? Да, проверяют. Но, возможно, тут стоит просто-напросто сыграть на время. Интересно, будет ли фейковать Зеро или будет ставить? Он просто ставит, а Джерри просто бежит. Одна секунда, граната в руках. И просто... Что? Как? Зачем? Почему? Зеро гранату враг в руки взял? Какая боль. Какая боль. Просто вместо пистолета взял гранату. А там одной пульки бы хватало 100%, чтобы убить агрессивного КТшника Джерри. Но Джерри был хладнокровен. Вышел, убил 12-1. Да, друзья. И пауза не поможет. Тут уже, по всей видимости, кинетс. По крайней мере, в первой половине. Ну, понятное дело, закуп будет. Уже закуп на последние два раунда. Как в этом, так и в следующем. Но я ожидал, если честно, посимпатичнее на своем выборе от команды GameLegion, а не один раунд. Но, тем не менее, опять же, наша команда Forza подтверждает, что не здесь. Как в матче, так и, в принципе, во всем плей-оффе фавориты. А Джерри уйдет уже в агрессию, причем один. Но погибает, по крайней мере, с фрагом. Алмазер красиво дорабатывает има. Уйма дамага залетает еще по Исаку и Расте. Флит дорабатывает раненого. И по итогу, один нырнул, другой остался. Ужасно, конечно, за атаку. Гермогионы по одному так вот на протяжении всей первой половины погибают. Расте один в три. Давайте, наверное, его включим. Будем смотреть за ним, сопровождать его жизнь. Целые минуты, чтобы разыграть этот раунд. И бомба, кстати, на руках. Можно ее поставить и попробовать. Но все-таки Зорта был на месте. Хотел на широком выпаде подрезать правую вилку. Но как бы там АВИК. А ну-ка, 13-1 остается последний раунд. Заключительный. 14-1, либо 13-2. Разница, конечно, невелика. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Всем вам привет еще раз. Отчего твоего микрофона снова с вами. Напоминаю, четверть финал верхней сетки. Плей-оффы смотрим с вами СИА 37 сезона Европа. Первое место в рамках гранд-финала разыгрывается слот на SL Pro League 14 сезона. 20 тысяч долларов еще и в качестве подарочка. Прайс-пул. Ну так, чтобы не расстраиваться. В предыдущем сезоне в 36-м в гранд-финале заутали слот на SL Pro League нынешняя команда Entropic. Если не ошибаюсь, с португальцами САУ не отыгрывали 1-3. Был там слишком легкий Counter-Strike. Вроде бы как португальцы САУ в полуфинале верхней сетки выиграли Entropic в 2-1. Но затем в гранд-финале наши ребята отомстили и залутали тот самый слот. Ну и теперь есть команда Форзы. Единственная из нашего региона, которая представляет его и готова сражаться и бороться за выход SL Pro League. Ну естественно было бы красиво, если бы все так же получилось, как у Entropic. Но там есть ребята, которые будут, естественно, препятствовать и бороться. Это уже в следующих сериях, но пока что у нас четвертьфинал в верхней сетке. И первый открывающий матч противник GameLegion от наших ребят. Но сам видите, по какому сценарию идет, по крайней мере, первая карта. Стенарий ужасный для GameLegion. На своем выборе один всего лишь раунд. Это маловато. А там, кстати, проходят GameLegion по точку B. Довольно-таки успешно получилось ликвидировать флита. Хотя флит у нас обычно не играет по точке B, а подлавливает еще Алмазер. Неплохо. 3 в 4. Бомба ставится. Ну что, появляются шансы залутать второй раунд от GameLegion. Да и вернуться. Да и камбэкнуть. Последний раунд сейвить, понятное дело, смысла нету. Здрасте. Прям на прицел приходит его голова. Голова зорта Джерри на размене. Нужно уже действительно спешить. Молик очень воруна, кстати. На товарища Джерри. Кэнси одного дорабатывает. Проверяю второго, как танк действует. Иссык остается один. Разменялись. И Джерри. Тут, к сожалению, вынужден только сейвить. Но, понятное дело, Иссак выходит. И его ликвидирует. 2-13. Все-таки у нас на табло смена сторон геймер легионы. Переходит за дефенс. И стоит им пожелать удачи. Так как возвращение будет ужасно тяжелым. Дистанция 11 раундов. Но пока что мы с вами будем ждать. Не знаю, честно говоря, сколько будет пауза. Но рано или поздно матч начнется. Продолжение следует... И пауза, дорогие друзья, была крайне короткая. Что хорошо, что радует. Матч продолжается. И вторая половина начинается. Напоминаю, что в современной функции 21 века, а именно мультитрансляции, вы можете смотреть еще и параллельно за третьим каналом Майнкаста. Там, где освещается матч. Блинки против... Блантега, если не ошибаюсь. Синерс. А у нас быстрый выход от команды Форза по точку А. Причем довольно-таки успешно. Алмазер Джерри Зорты уже оформлен по фрагу. Остается Исак и Зеро в дефенсе. Знаю, где находится Исак на девяти. Зеро в мейне. Его тут отстранили смачком, поэтому теряется действительно много времени. Исак подключается на помощь. Еще один смог. А это ужасно плохие новости. Потому что нет дефюс-китов. Возможно, на планету есть как вариант, да? Но, наверное, все-таки это будет сейв. А, нет, есть в сайде киты. Но понимают, понимают, Зеро Исак, что это уже не спасти. К сожалению, вообще никак. Вот 300 баксов вы подфармите, даже это не получается. Зорты был в диспозиции, но все равно эту дуэль выигрывают. И это 14-й для команды Форзы. И в следующем, понятное дело, не закупаются. Террорист win. 2.14, друзья. 2.14. Не получилось зацепиться гем-легионом. За этот раунд важнейший за пистолетный. И необходимо просто-напросто форсить. 2 раунда в ряд. 2 раунда в ряд. А это деглы. Это легкие арморы. 2 тяжелых. И все это отыгрывается против 3 автоматов калащика. 2 галила. И разъяренные форзы, наверное, не готовы, в принципе, отдавать возможность возвращаться. Ну, давайте посмотрим. Если все-таки не сыграется, не получится показать европейские деглы, то, наверное, на этом у нас и нюк и заканчивается. Как тебе сетка РМРа? Да, я удивился, когда увидел команду Нави, Гамбит. Не помню, в общем, все команды, но первая первая группа, группа, если не ошибаюсь, она называется. Она, конечно, жесткая группа смерти. Ну, и, возможно, в этом весь шик и блеск. Тем самым будет интересней. Так, ну что? Европейские деглы на гейм-религионах решили подпушить лобби, а здесь ожидающий алмазер. А это было, кстати, бумкери, которого забрали. 40 секунд времени, калашик на руки, минус по флиту. И что, неужели зацепится? Стоит отметить, что Джерри и Кэнс краснючие. И, наверное, стоит все-таки в такой ситуации подсейвить. Тут еще и смог неприятный от Зера и все-таки это сейв. Зацепились. Получилось. Все-таки третий раунд здесь оформится. Но дистанция, друзья, дистанция. Все так же 11. Так же 11. Получилось, конечно, тут заформить калашик. Ну и попытаться, да. Ну, хотя бы дойти до ТБшки, например. Но даже до ТБшки путь тяжелый. ТБшки, это получается 8 раундов. Судя по настрою Форзе, Форзе у нас действительно тут показывается первым номером и в очередной раз это подтверждает. Это будет ужасно тяжелой задачей. Но, по крайней мере, вот с дигглами справились. Молодцы. Идем дальше. Идем дальше. И это у нас на экранах уже 18 раунд. И есть с чем воевать, есть с чем бороться. А вот у команды Форзе два, все те же, два автомата калашникова. Галил, диггл и проход по точку Б. Это работа для ИСК. Как раз таки к нему в гости потихонечку подкрадывается Джерри с компанией. Ну вот Молик прогоняет, ребят. Возможно вернуться обратно в лобби, хотя вот, судя по Икс Рею, пока что ждут потенциальный врыв, потенциальную агрессию. Гем-регионы близко не собираются этим. Ой, подожди, ИСК, есть килл. Можно звать тиммейтов уже на помощь. 4 в 4, флит разменялся. Р, возможно, тут будет неожиданностью. Да, сработало. С-ка. 50 секунд. Прости, я мог бы какой фрифраг то в Бэйне был игрок. Ой-ой-ой. Или это у нас... А, это свой был. Нет, отбой. Это был свой. Это получается шиза, друзья. Я думал, это уже кто-то из Форзы вышел со Сквити. Был бы действительно легкий фраг. Но зато есть легкий фраг алмазера по Эре, хотя Эре был в позиции и вроде бы как ожидал. Вот тот самый Кэнси, про который я подумал. Минус им. И уже 3 в 2 на ровном месте. Расти, дабл пик, но это вообще без шансов, конечно. Для Расти Зера 1 в 3, бомба ставится под Б, и раунд не спасти. 15-й. 15-й это маппоинт для клонтега Форзы. Даже и пауза не понадобилась. Команда Форзы дабы справиться скорее всего с этим матчем. Стоит отметить действительно, что в следующий раз будет ужасно тяжелым. Денег нет. Но они просто отсутствуют. Как бы тут Кольт засевить, но Кэнси по таймингу выходит и забирает спинку последнего. три пятнадцать. И это, друзья, по всей видимости, конечной остановочки. Даже и тренер не понадобился, даже и не было паузы. И как же красиво команда Форза выровнялась по фрагам. Изначально у нас был один бомбондир, а по итогу у нас вся команда в строю поровну поделили фраги. Три пятнадцать. Маг седьмой. Три дегла, файв севен. Ну, давайте смотреть, что из этого получится. Интересно, где находится файв севен в вентилях. Ну, возможно, вот такие позиции, как у Эра. Маг седьмой, возможно, сработает, но пока что нет. Эра уже погибает. Расти, возможно, встретится с Зорто. Азорто его ожидает. Хотя вот на секундочку отвернулся. Нет, все-таки есть пробитие. Исак, им остается вдвоем. Исак, пинка. Ну, хотя бы здесь справляется. Забирается калашик. И Маг седьмой тоже на руках. Бомба ставится. 4-2 ситуация. Алмазер до сих пор на девяти. Что у Исака не получалось закрыгнуть? Он не мог три раза запрыгнуть на мусорный ящик. Шок. И на этом даже на девять не получается пройти. Им последний погибает. И на этом заканчивается у нас карта нюк. Легчайший нюк для кланте форзе. А я напоминаю еще раз это выбор был конкретно геймер легион. И следующий это уже выбор команда форзе. Это карта мираж. Поэтому в скором времени именно на мираже мы с вами друзья встретимся. Но пока что пауза. Вот что я был с вами. Ждем вторую карту. Пока.